У нас в школе есть детский сад, и у нас есть дети, которые велись с детского сада вплоть по 11 класс, есть дети, которые с начальной школы вплоть по 11 класс, есть дети, которые в 6 классе пришли. Но, проходя вот эти ступени, как правило, дети, оглядываясь назад, потом говорят, что школа им многое дала. Прежде всего, потому что детей здесь слышат. Детей здесь слышат, с ними идут на контакт. И еще раз повторяю, что это особая атмосфера взаимопомощи. Для родителей, наверное, это главное, потому что, к сожалению, наш ритм взрослой жизни таков, что мы очень много времени уделяем работе, как родители, и ценность в общении. Потому что это то место, где с детьми разговаривают, где детям говорят, а как твое мнение? Я считаю, что мы воспитываем детей как личность. Поэтому для родителей, мне кажется, это очень важно. Музыка. 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 Меня зовут Ксюша. Я учусь в школе «Праздник плюс» в 11-м классе. С самого утра нас забирают школьные развозки, на которые я зачастую опаздываю. Но наш водитель дядя Витя прекрасный человек, поэтому если я опаздываю, он мне звонит, поторапливает. В крайнем случае я могу ему позвонить и сказать, что я опоздаю, либо меня не будет, ну, либо еще что-нибудь в этом духе. Музыка. 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 Утром я не завтракаю, потому что не считаю это нужным. В школе у нас корень из 4 раза в день. Это завтрак, обед, ужин и полдник. Все по расписанию. В старшей школе полдника уже нет, потому что, ну, занятые и многие уезжают в 4 часа. Мне нравится здесь учиться. Особенно нравится то, что уроки начинаются в 10 часов, можно побольше поспать, что я очень люблю. Также, естественно, если что-то не понимаешь, то учитель подойдет к тебе, разберет, и ты поймешь, что нельзя уйти с урока, не поняв какого-то материала. Даже если что-то пойдет не так, в конце дня подходишь, и вы все обговариваете. Субтитры создавал DimaTorzok Вот сейчас как раз новое отстроили, когда я была только одна. Мне нравится, что с маленького возраста, с трех лет, получается, детишек учат эстетики, пользование вилками, ножами, обязательно добрый вечер, здравствуйте, до свидания. То есть это все обязательно входит в процессе. То есть ребенок не напрягается, изучая какие-то слова вежливости. Прогулка замечательная, все организовано, замечательные горки, замечательная работа воспитателя. Я сама по образованию воспитателя, я понимаю, что такой воспитатель, он не должен стоять читать книжки, он должен с детьми заниматься. Прогулки постоянно, занятия, постоянные игры, все как бы досуг организован. Также внутри садика праздники просто великолепные. То есть на каждых праздниках присутствуешь. Это театральные постановки, где детишки участвуют совместно с младшей группой до подкодовишек. То есть у них взаимодействие идет разного возраста. То есть если даже в группе маленькому ребенку нужна помощь, и проходит подготовительный, какой-нибудь ребеночек старшего возраста, он всегда поможет. То есть нет такого, что я тебя не знаю. Они все знают друг друга по именам. Дни рождения отмечаются всем коллективом. И развитие ребенка, оно проходит очень плавно, даже начинаю брать тот же английский. У меня ребенок плохо говорила, но по-английски зато мы очень хорошо уже. То есть это все в играх происходит, в игровой форме. Учатся читать рано, и все это без заставления, без какого-то напряга. Очень хорошее развитие рисования идет. То есть как бы ручки им ставят замечательно, мелкую моторику все развивают. То есть на высшем уровне садик это просто. И плюс еще занятие гимнастикой у них, и занятие бассейном. Что это как бы идеально для маленького ребенка. Что если даже родитель не может иногда в силу работы брать ребенка, отвозить куда-то. Здесь это все входит, как обычный урок. Потому что это вообще замечательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эту школу долго я выбирала, потому что искала школу, что у меня было условие, чтобы ребенок был занят почти что целый день. Чтобы была под контролем. Питание было хорошее. Как бы, первые критерии для начальной школы для меня были эти. Чтобы были сделаны домашние задания. Здесь уйма кружков, масса просто. У меня ребенку был предоставлен выбор. Я сказала, что куда хочешь, запишись. То есть как бы здесь предоставляется именно выбор ребенку самому. Она у меня записалась везде. Мы посещаем и гитару, и вокал, и хор. Бассейн у нас обязательно. Тэквондо замечательно у нас идет. Шахматы. То есть как бы все для детей. Сделано все для детей. Замечательно, что уроки все делаются. То есть дома ребенок приезжает совершенно отдыхать, совершенно спокойно. Но если, конечно, у вас нету личных проблем с учебой, там какие-то, если что-то подработать дома. Прогулки есть, если они успевают, как бы все. Театралка, все праздники там тоже, конечно, это просто праздник. Как школа называется, такие праздники они проводят замечательные. Я начала ходить на тэквондо здесь, в этой школе. Я не помню, в каком классе. По-моему, в третьем, в четвертом. В четвертом вроде бы. И как только... Нет, даже в третьем. Как только я пошла, я поняла, что мне нравится. И дальше тренер стал вытаскивать на дополнительные занятия. И как-то так уже само получилось, что я не прекращала ходить. И помогала здесь в школе. Мало ли он не мог всех охватить. Ребят, я приходила, помогала. И мы сделали с ребятами упражнения различные. Ну и он много кого выцепил из школы дальше заниматься. И очень много стало чемпионов города и России в нашем клубе. Именно из этой школы. Очень много кружков. Это как и спортивные секции, это и художественные направления, и музыка, и танец, и пение, и рисование. У нас очень сильные все эти направления. В том числе и спортивные тэквондо. Это не все ребята могут, у нас, как правило, начальная школа болеть тэквондо дальше. Где-то после пятого, шестого класса увлекаются футболом. И в этом плане у нас спортивная площадка, она всегда на расхват. Или спортзал всегда на расхват. Либо волейбол, либо футбол. Это вот та душина, которой особенно начиная с седьмого класса увлекаются ребята. Бывало так, что у нас и девочки в футбол резались. У меня воспоминания о спорте, о театральном кружке, который у нас был. Насколько я помню, я принимала активное участие во всех наших и школьных постановках, и в различных праздниках школьных. Собственно, и свою жизнь теперь связала с праздниками. Субтитры подогнал «Симон» Я помню, как в свое время мы с моей учительницей по биологии, Егоренковой Евгенией Викторовной, часто репетировали. Мы с ней пели, а часто репетировали у нее в классе. Он был буквально вот здесь за стеночкой. Я помню, что мы как-то с ней так распелись, что вот здесь в классе шел урок по физике. И нам стучался, по-моему, весь класс, потому что нас было случено на весь этаж. Ну вот, ну, видите, до сих пор помню и всегда с улыбкой. Ну вот как раз будем скучать скорее по учителям, нежели по предметам, по отношению учителей к нам. Потому что этого, я думаю, будет очень не хватать. Да, ну, потому что реально каждый учитель тут прям как друг. Ну, а я думаю, в университете такого будет не хватать. Очень хорошее отношение. До сих пор мы общаемся за учимой школы с Ольгой Александровной. У нас очень хорошее с ней отношение. И дети, которые окончили школу, также приезжают ее, поздравляют и с праздниками. Выделить какого-то конкретного учителя я не могу, потому что каждый учитель по-своему прекрасен, если можно так сказать. Ну, допустим, если меня всегда интересуют, как и младшая, и старшая, и средняя, да, всегда, во-первых, есть телефон учителя. То есть я могу спокойно вечером дозвониться и поговорить. Вот. И также в любое время до пяти часов все учителя в школе. То есть я спокойно могу прийти и выяснить, если какая-то вот что-то интересное мне очень. Ну, я считаю, что у классных руководителей общение вообще постоянное. То есть это такой треугольник. Ученик, родители, классный руководитель. Потому что малейшие изменения, неважно, там не сделаны домашние задания или, предположим, ребенок, не выспавшийся, приехал в школу. Или, допустим, он плохо ел, плохое настроение, там забыл что-то дома. Все равно мы тут же этот вопрос пытаемся выяснять, как-то прорабатывать, подключать родителей. Самый большой плюс в этой школе – маленькое количество детей в классах. Потому что если у нас, допустим, вот во втором классе 9 человек, если ребенок даже пропустил неделю-две, она совершенно спокойно нагоняет. Потому что, во-первых, учитель также до пяти вечера находится в школе. Он совершенно безоговорочно занимается, сидит с ребенком, помогает, подтягивает. Конечно, идет большое взаимодействие с родителями, потому что всегда родитель должен помогать, как бы, ну, искать какую-то возможность, да, если ребенку совсем тяжело. Потому что один педагог, конечно, он не справится, это понятно. А так проблем никаких. Заболел – подтянул. Первое – это то, что, наверное, к каждому ученику находится свой особенный подход. Потому что здесь они все уникальные, они индивидуальные, и нельзя их всех подобщить к ребенку. То есть, а так как классы небольшие, учителя есть больше возможностей пообщаться с ребенком лично, вот, и узнать, может быть, как к нему вот подступиться, да. Потому что бывает, детки, они как под плуковички, они закрылись, и нужно шелуху за шелухой аккуратненько открывать, и только тогда, вот, получится с ребенком полноценное общение, у него будет полноценная работа в классе. Вот, и я считаю, что это главное преимущество этой школы. Когда в классе 30 человек, внимание тебе абсолютно не уделяется. Да и, наверное, все шумят, что никто не хочет учиться, и те, кто действительно хочет учиться, не могут этого сделать. До свидания. Вот, когда мы пришли на консультацию сюда, посмотрели ребенка, ее приняли в первый класс, и, как бы, вот 11 лет мы с этой школы не уходили, я очень довольна здесь. Хорошее отношение к детям, уважение к детям, как старшим уже, старшим классом то же самое. Детей постоянно за ними смотрят, дети накормлены, дети под присмотром. Школа просто так не вывести ребенку, даже особенно в подростковый период, вот здесь пытаюсь сходить по 7, здесь такого не происходит. Обучение на высшем уровне. Дочка моя поступила после 11 класса в ЗАГС, окончила, и сейчас работает в муниципальном округе. Выпустилась я в 2007 году, уже достаточно давно, сейчас напомнили так, посчитала сколько лет, уже действительно очень давно. Сейчас каждый раз, когда я захожу в школу, теплые воспоминания, и мы до сих пор общаемся с большой компанией моих одноклассников, и ребят, которые учились на год младше, и на два года младше. Мы о школе не забываем, и надеюсь, что школа тоже не забывает нас. Я работаю в этой школе достаточно давно, с 2000 года. Школа еще находилась по другому адресу, мы начинали с небольших пространств на территории детского сада, но вот потом нам выделили это здание. И путь прошла школа и по размерам от малого к большому, и на самом деле по содержанию тоже от малого к большему. Это касается и становления школы с точки зрения выработки принципов обучения, не столько с точки зрения программ, потому что мы работаем по государственным программам, несмотря на то, что частная школа, мы аккредитованы и действуем в соответствии с нормами государственными. Поэтому в этом плане у нас шаг влево, шаг вправо, он не особо возможен. А вот с точки зрения общения с детьми, как строить отношения, здесь, конечно, путь пройден очень большой. Субтитры создавал DimaTorzok Школа мне туда, в принципе, вот именно эта школа для меня стала как семья. Учителя все добрые, все хорошие, и знания еще добавок дали. Очень хорошо дали. Это не просто школа, это мой второй дом. Я вот начиная просто с первого класса, никогда не шла в школу с плохим настроением, думая о том, что вот мне придется сидеть на уроках. То есть для меня это всегда было в радость. И действительно, очень дружелюбный коллектив, очень классные учителя. И вот, я буду, правда, по этому скучать. Мне очень страшно, что будет в дальнейшей жизни, потому что я настолько привыкла к этой школе. То есть я здесь 14 лет, получается. И мне действительно очень страшно. Я всех знаю в лицо, и с многими хорошо общаюсь. Не видеть эти лица каждый день, с утра до самого вечера. Я не знаю, как я буду без этого жить. Потому что они действительно стали моей семьей.